Всем привет! Сегодня продолжение видео. Я показывала эту пряжу уже и навязала небольшие образцы, посмотреть, как она себя будет вести. Так, вот это вот такая вот пряжа называется Грейпфрут. Это, конечно, зимний вариант пряжи. Состав у неё 40% шельт, 10% кашемир, 25% вискоза и 25% ПА. Артикул Тиффани. 800 метров 100 грамм. В общем, пряжа мне понравилась. Я постирала, я уже сказала, этот образец. Попробовала резиночку. Резиночку держит. Пряжа не косит. Вязала на четвёрке, изнаночной, лицевой гладью, накиды делала и даже вот косичку такую небольшую сделала. Держит косу. Как бы немножко она, конечно, это после первой стирки распушилась. Заполнила все-все петельки. Прямо она... Она сначала, когда вяжешь, суховатая, потому что она в пропитке, как вся бобинная пряжа. Но после стирки, мне кажется, она такая стала даже более яркая. Более яркая, потому что пропитка, она всё-таки забирает и часть ворса, и цвет. А сейчас прям вот она такая нежнейшая. Такой пушок на ней. Вот кашемир даёт такой пушок. Очень-очень мягкая, красивая. Но это зимний вариант. Я посмотрю, когда я начну вязать. Может быть, ближе к осени. Но мне очень пряжа понравилась. Вязала на четвёрке, из двух нитей, потому что 800 метров, как бы, довольно тоненькая. В две нитки, получается, после стирки очень пухлая такая вот пряжа. Прямо вообще. То есть, свитер, тёплая кофточка, там, французская, джемперочек какой-то, пуловер будет очень-очень тёплый. И мне цвет нравится, красивый. Очень красивый. Так, уберу. Так, потом я решила соединить две пряжи. Значит, вот это первое, это, так, не, вот это вот. Вот это первое, это 30% альпака, 42% ПА и 28% полиакрил. Артикул Футуру. От Филати Ричио. Нитка здесь, значит, 950 метров, 100 грамм. Довольно тоненькая ниточка, но за счёт того, что она пушистая, можно вязать даже в одну нитку, на спице 2,5 номер, допустим. И вторая пряжа, это Мирино с люрексом. Артикул Мирино. На Эфмиль, топлёное молоко с золотом. Здесь 1600 метров, 100 грамм. Так, вот они очень хорошо подходят по цвету. Я решила просто соединить две ниточки, то есть вот пушистенькую и блестящую. Я не знаю, видно, не видно. Сейчас я на тёмном фоне, вот на этом, попробую показать. Вот так. Сейчас попробую подвигать. Ну, золота здесь много. Вот просто хорошо так переливается. Очень нарядная, очень нарядная такая пряжа получается. Может быть, такую сделаю. Может быть, такой подмоз сделаю. Может, посмотрю, у меня там ещё есть более серый китмахер. Может быть, с ним соединю. Ну, пока вот связала вот этот образец. Сделаю ажурчик такой небольшой и резиночку. Ну, тоже лицевые, изнаночные. Вязала на троечке. Скорее всего, надо меньше использовать. Спицы, может быть, 2,75, а может быть, и на троечке. Я и не стирала образец, поэтому я не знаю, как после стирки поведёт. Надо посмотреть. Скорее всего, подсядет этот образец. Вот. Ну, такое чувствуется, что здесь меринос есть. В меру мягкая. Но и вот чувствуется, что здесь, конечно, шерсть. Вот. А так очень красивая, очень нарядная пряжа получается. Просто вот какой-то концертный вариант. Замечательная пряжа. Так. Дальше велюр. Ну, велюр я... С ним всё понятно. Тут вот особо ничего не придумаешь. Вязала я в 2 ниточки его. Хлопчатобумажный велюр. То есть, тут без всяких ПА и прочих. Хлопчатобумажный велюр. Очень приятный к телу. Но с велюром, что здесь сильно же не придумаешь такого ничего. Потому что это меланж, во-первых. Тут очень много красок. Поэтому только лицевая гладь, скорее всего, и изнаночная будет здесь использоваться. Образец маленький связала. Вот такой вот, симпатичный очень. Верхнюю часть в одну нить попробовала связать. А нижнюю часть образца я вязала в 2 нити на четвёрке. Получается довольно быстро. И, конечно, вязать, скорее всего, я буду в 2 нити. Потому что велюр, он, когда такой более плотный, более ворсовый, смотрится очень интересно. Ну и сама пряжа симпатичная, очень симпатичная. Узоры никакие, конечно, делать не буду. Тут сама пряжа говорит за себя. Очень она такая фактурная, очень красивая, яркая. Вот, ну не слишком яркая, но довольно-таки яркая. Тут и цвет фуксии, и оранжевый, и какой-то салатно-зеленоватый, болотный, я даже не скажу. Может быть, я ещё дойду до какого-то цвета там, но пока вот такой встречается. Пряжа очень-очень приятная к телу, поэтому, скорее всего, буду ещё заказывать. Так, убираю. Так, дальше заказывала же я вот 2 вида смесовки. Вот 2 бобинки. Это я заказала мужчинам или на носочку. Подумала, если будет колючеватая, значит, будут носки. Если будет мягкая, это будут свитера, пуловеры, джемперы, что угодно. Вот, значит, здесь 50% меринос, 50% полиакрил с эластаном. Артикул Минолу. Так, значит, это морская пучина, называется вот эта вот пряжа. Так, а это карамель. Здесь 700 метров 100 грамм, конечно. В 2 нити вязать надо. Это обязательно. Тоже связала образец. Сейчас я вот эту уберу. Ну, из вот этой морской пучины я не вязала, потому что они идентичны, в принципе, пряжи. А вот из этой я связала образец. Вот, как образец, да, мне очень понравился. То есть, я вязала на троечке, в 2 нити. Вот, и пряжа получается очень такая необычная. Полотно. Полотно получается, в общем-то, необычное. Как бы немножко буклированное. То есть, вот это, в принципе, пряжа с сюрпризом. Смотрите, нить какая. Когда берёшь нитку с бобины, она вдруг резко начинает завиваться, закручиваться, раздвояться и расстраяться. Раздвояй, раздваивается и расстраивается. Вот, в общем, пряжа интересно очень себя повела. Я не знаю, почему. Я первый раз с таким сталкиваюсь, что пряжа вот так вот начинает завиваться. Вот, берёшь её просто вот с бобины. Вот на бобине она ровно. Как только она попадает в руки, она тоже начинает вот эту скрутку. Или она плохо скручена. Или это как-то вот так вот придумано, для того, чтобы эффект был немножечко такой, как бы буклирован. Ничего не пойму. Вот, ну, в принципе, само полотно мне понравилось. Оно не косит. При том, что вот такая скрутка, оно не косит. Вот, очень ровно. Резинку держит. Образец я связала, но не постирала. Потому что, во-первых, он маленький и плотный, очень плотный получился образец. Может быть, за счёт того, что вот какая-то такая буклированность присутствует. Вот, а что будет после стирки? В общем, мне надо ещё на четвёрке попробовать связать, посмотреть. Может быть, четвёрка будет более подходящая, конечно, для этой пряжи. И она очень пружинит. То есть, вот, эффект сжатия такой присутствует. Я её связала, этот образец, и он как бы скукоживается. Это тоже надо учитывать. А что будет после стирки, может быть, вообще сядет. То есть, такая вот пряжа, как бы, надо к ней подходить со всех сторон. Постирать, посмотреть, связать на более толстых спицах, постирать, посмотреть, что будет. Я не знаю, каких сюрпризов от неё ждать. В общем, пряжа непростая. Вот, а цвет мне очень понравился и тот, и другой. Вот эта морская волна или морская пучина, и вот этот вот такой кофейный цвет, нежно-кофейный. Вот, чем я тут занимаюсь. Вяжу образцы. Так, значит, ещё покажу. Образец я вязала. Я вообще ищу образец для кофточки, для летней. Это типа что-то, узор под кучинели. Ну, не кучинели, конечно, мне кажется. А может и кучинели. Я, по-моему, это в Пинтересте нашла. Узорчик этот. А может быть, да, может быть. Может быть, похож очень. Я вязала образец тоже вот этого, знаменитый узор кучинели, а-ля кучинели. Это я вязала из вот такой вот смесовочки мериносовой. Тут в основном процентное содержание большой шерсти, кашемира и, по-моему, тут ещё хлопок добавлен. Вот сюда. Вот такая вот очень интересная пряжа. Но у меня её немного. Это я в остатке покупала. Поэтому я взяла, я подумала, что будет хорошо носочки. Очень тёплые будут носки, пушится, всё. Значит, вот этот образец я связала на четвёрке. конечно, он рыхлый, такая, как сетка получается, но это не для этой пряжи, естественно. Я взяла то, что под руку попалось, мне было интересно, как вот фактура такая будет из этой пряжи. И не стирала после стирки, не знаю, мне кажется, после стирки дырочки будут гораздо меньше, потому что это всё-таки шерсть. А так мне очень нравится. Вот сейчас на тёмном посмотрим в фоне. Вот, видите, вот такой узор получается. Очень симпатичный, очень симпатичный. Вяжется довольно быстро, просто, не знаю, эти узоры, они есть, но многие вяжут этим узором, есть и в Интернете, есть в Интернете. Вот, аля Кучинелли набираете схемы узоров, и там, пожалуйста. Так, а собственно, подбирала, конечно, узор я вот для этой пряжи из хлопка. Это предыдущий у меня заказ, предыдущая посылка, я уже показывала, рассказывала. Это хлопок, такой, знаете, типа шнурка, но он и не шнурок, я даже не понятно. Какой-то вот такая цепочка, да, но она расслаивается. вот эта цепочка. И из нее связала образец этим же узором. Так, вот поближе покажу. Резиночка здесь связана, самая простая, один на один резинка, да, а смотрится, как будто жемчужная резинка. Вот, очень красиво. пряжа, пряжа очень нарядная и такая она, интересно, что держит резинку и в то же время она такая довольно зыбучая, текучая какая-то пряжа. Попробую еще другой узор, но мне кажется, этот очень неплохо узорчик. насколько разные, да, узоры, вроде один узор я вам показывала перед этим, вот это связала одной пряжей, да, и, значит, вот это вот, хлопчатобумажной вот этой пряжи, ну, это, конечно, совершенно, как будто разные узоры смотрятся. на теле будет совершенно по-другому, по-другому смотреться. Пряжа это хлопок и полиакрил, значит, синий-черный и никаких опознавательных знаков тут нет, вообще нет. Это сток, это стоковая пряжа, без каких-то таких явных обозначений пряжа пришла, знаю, что это только итальянская, что это сток, что это хлопок с полиакрилом, больше процента хлопок и полиакрил. Ну, мне кажется, очень оригинальное должно быть что-то такое. Наверное, на прохладное лето, скорее всего, на прохладное, потому что пряжа довольно толстенькая. Вот, я уже сказала, вязала я на четверке, очень такой крупный узор получается. Ну, вот, после стирки посмотрю, как он изменится, в какую сторону, то, может быть, придется еще и другой узор искать. В общем, все, чем я сейчас занимаюсь, это отвязываю образцы и подбираю, конечно, узоры на несколько изделий сразу. Ну, и вот последний мой узор, который я вязала из японской книги Хитоми шида. Тоже вот отбирала, может быть, еще, я не знаю, может быть, вот таким вот узором буду вязать, вот из этой темно-синей пряжи. Вот, тоже довольно симпатичный, хотя, не знаю, наверное, все-таки надо более дырчатое что-то вязать. Тоже симпатичный. Это я тоже из хлопка вязала, это мои старые запасы. Хлопок такой толстенький, это старый-старый, таких вот я сейчас даже не встречала. Может быть, и есть что-то, но вот хороший хлопок такой был. Он не пеленгуется, сохраняет форму, держит резинку, не косит. Не знаю, я даже не помню, где его покупала, но я его пускаю, у меня так вот чуть-чуть есть на образцы, на какие-то, чтобы мне узоры посмотреть, вот. В общем, еще один вот такой узорчик связала и буду решать. Может быть, еще, еще один свяжу, посмотрю, как, чтобы подобрать вот схему для вот этой темно-синей моей кофточки. куча-куча узоров всяких, куча. Вечером вот прихожу, сажусь под фильм под какой-то, под своих любимых блогеров и начинаю пробовать вот разные-разные образцы вязать. Мне осталось буквально чуть-чуть довязать уже мою кофточку и все. Вот это совсем малюсенький сделала, лень была, ну, потому что и так все понятно с ним. И вот ищу, ищу, пока вот ничего конкретного, так, чтобы не очень понравилось. Вот это вот аля кученели, пожалуй, вот, очень неплохо, мне кажется, подходит сюда. ну, еще что-то попробовать. Вот. Ну, все, всем пока-пока. Огородные темы будут появляться периодически, просто сейчас у нас жара такая стоит, что даже мне вот в огород выйти, конечно, проблематично. Вчера я там была, посынковала помидоры, еле-еле, допосынковала часть, в общем, еще часть надо посынковать, подвязать. Ну, буду по мере сил, так сказать, возможностей показывать. Все, всем пока-пока, всем, кто вяжет легких петелек, кто огородники, всем богатых урожаев, всем добра, всем мира, всем благополучия. Пока-пока.